друзья всем привет дошли у меня наконец руки до нашего первого курятника для несушек проблема здесь вы наверное помните я говорил они это сырые опилки которые мы заложили в прикрытие пола в процессе строительства и еще усугубил ситуацию линолеум с ворсом я так понимаю но в общем сейчас мы будем все это дело вскрывать смотреть принимать какое-то решение по исправлению данной неприятности начали вот в тамбуре наиболее лютая ситуация вот мы видим здесь вот балку он здесь вот прогиб такой хлюпающий пол под ним еще одна балка еще одна яма то есть уэсби уложены здесь в два листа толщиной 12 миллиметров то есть общая толщина листа 24 просто спрел сгнил и все это дело провалилась у нас так ну вот сняли плинтуса ну что заглянем посмотрим этот ужас обалденно как все красота да ты по избежать к тут вся провалилась ну что здесь все сырое вот прям прям рукой ощущается то что сырость а прям можно сказать что хлюпает я еще справедливости ради замечу что усугубил я наличие сырых опилок в полу тем что очень интенсивно пытался покрыть известью пол из пульверизатор работал по потолку по стенам это все было с водой соответственно вода сета капала на пол и пол был сильно сырой и надо было мне выдержать паузу конечно хорошую приличную паузу в том плане чтобы все это просохла вот в этом еще одна ошибка была моя но что делать так вот как теперь все это менять я не знаю проблема в том что построена по американской технологии то есть это все платформа на котором на которой стоит стоят стены то есть не надо как-то вот здесь вот вырезать вот эти влаги здесь проходящие поперек курятника они есть присутствуют а вот здесь уже крепится не в чем будет ладно сейчас будем смотреть выключаюсь пока так вот электролобзиком я пропилил периметр сейчас посмотрим попробуем отодрать это дело да вот конечно это фатальная ошибка была фатальная ошибка сейчас от не геморрой неделю а то и на несколько ну как какой здесь часть все сырое ничего не высохла как мне обещали нормально себя бы еще лучше гид спрессуется так щеке приложил все сырое да ну вот теперь увлекательное мероприятие нам предстоит по замене всего вот этого хозяйства и попадос на бабло блин до которых нет так что вот такая ситуация у нас полами здесь ну благо вот я вижу балки как бы как бы целых но их надо все это все надо вытаскивать все это сушить короче говоря ладно в общем мы это все скрываем сушим дальше смотрим так вот я сдернул линолеум с основного помещения там ситуация поприличнее но все все равно как мы видим все сырое линолеум держался у меня такими импровизированными плинтусами по бокам и здесь два куска вот он разный здесь стыковался меня прижимался металлической планкой открутить которую я не смог мне пришлось вот так срезать саморезы болгарки вот металл во что превращается до от куриного помета посмотреть была окрашенная планка вот и палентуса у меня были по периметру вот такие вот деревянные они в принципе открутились там за исключением некоторых саморезов которых я пропилил болгаркой шлицы и шлицевой отверткой выкрутил в основном помещение такая же петрушка как и в предбаннике вот значит у нас здесь все сырое грибок и плесень немного сверху все сырое в общем ничего тут не высохал соответственно да но и глупо было на это рассчитывать вниз не сохло и напоминаю значит вверху было был линолеум вверх не могло сохнуть а внизу была пара прозрачная как на бумага но вниз особо ничего не высохла так вот значит два слоя все это мы сейчас снимаем принцип все тот же периметр пропилил вынимаем эти куски ломаем значит старая и есть идея определенные как быстро это все сделать поэтому полку сбоку оставляю вот такую но потом об этом все продолжай так на технологии снятия старого полового покрытия меня выглядит каким образом я между балок распиливаю бензопилой пол сразу два два слоя в избежки и затем как там как получается уже либо по одному слою либо сразу два слоя где-то гвоздодером где-то вот просто руками я вот так вот отдираю грубо говоря по кускам но стараюсь так чтобы одиралась сразу с этих мест потому как потом вот эти куски остаются и их снять нужно искать саморезы выкручивать короче в любом случае сморезы я все выкручиваю а их я люблю закручивать часто ну для надежности я думал что я же не думаю никогда что мне придется разбирать вот это первая такая засаду меня что мне приходится разбирать то что я раньше строю ну сам виноват придурок вот короче что тут у нас здесь ситуация получше чем предбанники доска поживее и доска в принципе нормально я вот молотком и и сейчас молоток вот это вообще нормальная балка сверху чуть-чуть есть прелость здесь нормалек здесь нормалек вот проблемное место вот она видите да вот вверх вот причем не везде вот кусок не откололся здесь еще вот эту балка нормальная а вот та балка в предбаннике видите да как она напрямую вот хотя низ низ более-менее вот ну ладно сейчас мы это потом будем смотреть принимать решение как тут быть как выходить из ситуации сейчас мы сейчас нам нужно все это разобрать максимально быстро и оставить на просушку и параллельно еще кур будут жить они еще срать будут ну короче не знаю ну пока так вот в общем из-за нехватки времени опять-таки это делать надо было когда жара стояла у нас другие заботы были сейчас опять вот я тороплюсь вскрыть потому что как только вскрою завтрашнего или послезавтра начнется у нас забой и все я зависну еще там на пять дней а то на неделю с доставками со всеми вот ну ладно все это время как раз она и будет сохнуть так ну вот почти закончил все снял разобрал говорят ломать не строить но видимо как строить ломать замучился два с половиной дня но не полных дня на общем потратил вот здесь вот только-только снял влажный этот опил в общем он влажный он не высох он может быть чуть-чуть суше чем я его укладывал но все равно влажный значит вот вы видите да здесь вот все сырое все это оставляем на просушку вот сутки простояла без но без этого всего да и вот видите как уже высохла большая разница вот значит по балкам по балкам ситуация проблемная у меня сильно проблем на это вот там в тамбуре и еще более проблемное это вот здесь короче здесь вот спрела сильно на но как бы исправимо все балку балки я менять не хочу потому что к ним снизу крепится черновой пол судя потому что он не проваливается даду под моим весом то снизу дерево дереве этот древесина в хорошем состоянии вот эта часть я имею ввиду нижние балки поэтому будем фрагментарно вырезать то что я вижу прелая и вставлять какие-то вставыши деревянные либо сбоку я на глухари прикручусь как бы сымитирую до рядом балку целую вот в принципе вот игру две балки сильно проблемные остальные так мелочевка сверху немножко их это самое прихватила а так остальная часть нормально но вот этот еще может быть придется мне тоже вот здесь вот вот так вот вырезать и сюда из свежей древесины вставить вставыш какой-то и прикрепиться гвоздем вот эти балки 150 вот эти вот балки 100 на 150 они нормальном состоянии я здесь немножко конечно по когда разбирал вот но это не страшно вот значит выйти из ситуации я здесь хочу как быстро если оставил видите периметр это двойной слой у избежки на которой стоит стена то есть это этот куск куски эти вот они при прижаты стеной здесь я на доску сверху вот рейку такую прибью вот сюда вот на каждую из досок толщиной там 24 25 миллиметров и сравняясь вот с этими оставленными да вот по периметру элементами избежками то есть выровни уровень пола и на него уже просто положу листу избив один в один слой там 18 если если не удастся купить его не сильно крепя уже понимаю что приходится 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 по разным причинам и снимать вот и я положу как бы дан у меня основной основная нагрузка будет на балках но приходится на балки на эти да а периметр что мнение городить вот вставыши в местах где края уэсби там нужно на что-то операция нужно делать или вставыши какие-то вот по периметру либо еще как то я оставил вот этот вот край и у меня просто вы избежка ляжет на этот край и будет как бы лежать и это это самое будет препятствовать ее ее про прогибу по бокам по бокам нагрузки никакой не будет потому что вы туда не наступаете ногой даже ну и так вот в общем это все будет надежно я думаю закреплена вот вовнутрь значит вниз ветра защиту пара прозрачную я вообще не знаю как 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 и так получилось что я вдруг умудрился положить пергамин сюда причем стоит он также как выяснилось мне ну потом я уже это выслушал нифига не дешевле чем допустим мембрана там пара прозрачная до самое распространенное я почему-то сюда положил этот пергамин это такая про как она битумная бумага почитал значит да я справочных строительных что она пара прозрачна все думаю отлично значит будет как ветрозащита ее используют как ветрозащиту раньше использовали положил думаю дешевый вариант отлично и будет сохнуть у меня пилка опил опил этот вниз ну не тут то было я вот по ситуации смотрю что пергамин он являлся получается как будто бы у меня наоборот пароизолятором через него вообще ничего не с не сохло вверху было бы были опилки суши чем вот внизу где они должны были это самое через низ и где они должны были высыхать более эффективнее да в общем короче с пергамином у меня вопросов остались только исключительно больше я применять его не буду надеюсь что никогда вот значит принципе оставляем мы сейчас все это вот в таком состоянии это все должно подсохнуть я это потом металлической щеткой пройду все почищу подмету как следует и будем уже дальше работать а дальше будем смотреть если есть какие-то соображения насчет дальнейших значит наших действий пишите в комментарии ну как бы не так все страшно как могло бы быть все исправимо но неприятно конечно если бы я занялся этим год назад то было бы все гораздо быстрее проще но в прошлом году я не мог это делать я знал что у меня проблемы здесь есть но за занимался строительством того большого курятника драль для бройлеров и руки так и не дошли хорошо хоть я в этом году умудрился все скрыть а то еще годик и все я не знаю здесь уже можно было все менять смело вот и вот несмотря на эту американскую технологию до которую в принципе сейчас не буду так больше строить никогда что вот платформа является основой для стен 102 курятник для бройлеров я по-другому строил там независимый получим он легко демонтируется при необходимости а здесь все равно есть варианты как оказалось по замене этих балок конечно трудозатратно это нужно вниз лезть и демонтировать эти полы если аккуратно если неаккуратно можно все распилить здесь бензопилой да все это вниз уронить вытащить и заново завести сюда балки так что в принципе все это возможно так что я сейчас не буду все это менять хотя можно было бы я сейчас засыплю сухой опил сюда и сверху застелюсь его избежкой и скорее всего линолеум то что в линолеум я проблем не вижу если здесь все сухое засыпать это все будет нормально если сделать правильную пара изоляцию с правильного материала вниз тоже будет часть сохнуть в общем короче делаем работу над ошибками и я оставлю эксперимент понаблюдаю насколько вот такая уже прелая доска с проблемам пара проблемный пол мне прослужит а когда уже все это само провалится или нужно будет перестраивать то есть я опять все это снимаю верхний слой у избежки вырезаю здесь все бензопилой и меняю балки потому что вот этот обвязочный брус он в принципе в отличном состоянии никак он не пострадал слава богу вот так что все исправимо так поясню что как если при необходимости мне сюда можно завести балки да вот здесь кронштейны крепления и соответственно чтобы его по всей длине сюда завести мне вот нужно вырезать вот здесь вот сегмент вот это вот два слоя usb и тогда уже мне можно будет сверху вот так вот с двух концов с того то же самое если сделать положить эту балку но при необходимости на будущее я так вот вижу то есть при даже американской технологии строительства можно немного поработать с полом если есть проблемы ну все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки жмите в колокольчик всем пока всем всего хорошего